Виталий Викторович, ну лично Ваше впечатление и эмоции от этого серебра, что можете сказать? Ну, для любого тренера это, конечно, счастье, это успех, ну что тут можно еще сказать, серебро, олимпиады, ну выше только золото. Ну, а так, конечно, от Олимпиады впечатление очень хорошее, наша страна, конечно, постаралась провести Олимпиаду на высоком уровне, ну, весь мир, наверное, убедился в том, что мы тоже можем на хорошем уровне проводить серьезные мероприятия. Ну, как считаете, у нас были реальные шансы все-таки в эстафете первыми стать? Ну, в мире ведь конкуренция очень высокая и неожиданности редко бывают, да, ведь сборные Норвегии, Швеции, Финляндии, они всегда серьезные конкуренты были для нас. Ну, и в этот раз можно сказать, что сборные Швеции, Финляндии подошли к Олимпиаде в очень высокой форме, конкурировать было с ними сложно. Ну, и так вот сложилась эстафета, что мы стали им проигрывать с первых этапов, поэтому, вот особенно я говорю про шведов, да, кто победители эстафеты стали. Поэтому слишком был большой разрыв, и Максим Вылеженя на последнем этапе уже, ну, так, исполнял, исполнял. То есть он так прагматично поставил перед собой цель, серебряную медаль заваливаю. Вы с Сашей обсуждали качество того снега, которое было в Сачах, потому что приходилось слушать определенные нарекания, вот, относительно того, какой трассы в итоге получилось. Нет, снег был естественный, ну, там где-то что-то, может быть, там подсыпали, там, но так, в принципе, качество хорошего были трассы, да. Ну, я это имею в виду, что 15 километров классика была, что эстафета, поэтому, ну, я не могу сказать, что совсем... Были соревнования, там, этапы Кубка мира, где, там, ну, снег просто с землей был перемешан, да, там вообще никакого качества, только инвентарь портили. Здесь достойные условия были соревнования. Для всех одинаковые, нормальные. Как считаете, от Александра сейчас где, на каких соревнованиях можно будет ждать хороших результатов? Ну, буквально, вот, сейчас вас ждет этап. Во-первых, завершается Кубок мира, завершается скандинавскими этапами. Это вот Финляндия, Норвегия, Швеция. Швеция последняя, финальная уже этап. Вот здесь Саша будет участвовать, начиная вот с Норвегии, сейчас будет 50 километров классика и заканчивается в Фауне, Швеция. И вообще сезон заканчивается в конце марта на чемпионате России в Тюмени. Ну, и следующую Олимпиаду уже каким-то образом начинаете рассматривать, или пока это все-таки очень сильно далеко? Ну, это да. Во-первых, на будущий будет чемпионат мира. Сейчас вот туда наше устремление. Но потом уже будем ставить другие цели. Пока есть у Саши желание выступать, добиваться, ставить перед собой высокие цели, добиваться, то будем работать.